Дорогие друзья, здравствуйте! И, как всегда, я рада знакомить вас и сама. С радостью знакомлюсь с нашими латвийскими музыкантами, талантами, молодыми, теми, кто сочиняет музыку, теми, кто снимает клипы. И мне с ними очень интересно поговорить. Я надеюсь, вам тоже будет очень интересно узнать рижскую группу The Riggans. Итак, вот эта вся компания, она и музыкальная, она и не музыкальная, творческая. Я прошу Дениса, как лидера этого коллектива, как автора, представить всех, кто помогает рождаться этой музыке в The Riggans. Меня зовут Денис, я не автор песен, никогда им не являлся. У нас в проекте есть два автора. Одного зовут Владимир Богданов, другого зовут Владислав Савчук. И это очень важный момент, потому что, если ты берешь на себя авторство, тем более на телевидении, то это, как правило, немножко некорректно. Значит, по левую руку от меня Юлечка Евдокимова, наша певица. Справа Витя, который мастер спорта по игре на гитаре. Лау Релация Бас и Дим Зимин, который нам помогает в различных контекстах, в различных проектах, в создании клипов. И он был мультипликатором, художником-мультипликатором на последнем клипе «Воробушек в роли убийцы». Я в фейсбуке за вами следила и подумала, замечательная идея. Вот ребята хотят снять клип. Они для этого что делают? Они просто зовут своих поклонников или тех, кому просто интересно знать, что творится в современной музыке у нас в Латвии. Зовут и всех снимают. Вот как это все произошло? Кто это все придумал? Была идея сделать мультипликацию. И в конце, если зрители, многие посмотрели уже этот клип, у нас «Воробушек» после ограбления банка забирает автомобиль госслужащего, который пытается его поймать. Ну, знаешь, детектив. Да, детектив. И в конце там специально мы сделали такой fade in, fade out, что мы переходим на лайв-концерт. У нас была такая идея, мы хотели сделать этот лайв. 48 дней непромытых отношений Снятого колечка перед домом драгоценной А давайте, если уже о группе, о самом названии, The Riggans. Мы видим в этом названии, конечно, безусловно, название нашего любимого города, нашей столицы, Риги. Нас сейчас смотрит вся Латвия. Может быть, вскоре появится The, я не знаю, Daugavpils, мало ли что еще может появиться. The Ritznake. Вполне. То есть это название приурочено к любимому городу? Абсолютно. Это посвящение? Да. Это посвящение раз, во-вторых, это симплификация. То есть, ну, название придумывал я с одним моим товарищем, который помогает в продакшене, да? Да. И, ну, мы посчитали, что независимо от того, как ты назовешь группу, а корабль, есть такое, как ты назовешь? Корабль так он поплывет, да? Корабль так он поплывет. Мы назвали победой. К сожалению, это не так. К сожалению, это не так, да? Если ты назовешь свою группу классные виртуозы, которые покорят мир, да? Вы не покорите мир, да? То есть это большая ошибка, да? То есть, собственно говоря, название не имеет никакого значения абсолютно. Поэтому мы пошли по самому простому варианту. Взять самое простое и самое любимое. То, что людям просто будет просто и понятно. The Riggins. Все. Да, нам это просто и понятно. Именно не делает твое творчество лучше никак абсолютно. Вот. Но мы специально, естественно, думали про это и хотим, ну, и дали ему английское название, то есть не Рижане, не Ридзе неке, да? А то есть поскольку мы… Ну, Рюбинцы – это очень понятно и логично. Да, то есть мы взяли, ну, такой, скажем, интернациональный вариант, чтобы все было понятно. Это Рижане, и это не только, может быть, про русское население, только про латышское, это как бы про всех. Ну, это вообще реклама этому городу. Да, это реклама города. Я бы даже сказала, что это посвящение любимому городу. Да, и у нас в альбом должна войти песня «Тьфу-тьфу-тьфу, постучим по дереву», где будет… Это уже живая музыка началась. Да, где будет у нас непосредственно песня «Посвящение городу», где мы сделаем такой, скажем, мерджинг с каким-нибудь артистом известным, где мы споем вместе. Интересно. Интересно. Я думаю, что это будет повод для следующей встречи. А сейчас настал момент, тем более, что уже живой звук по гитаре пошел. Настал момент послушать, но я повторю нашим слушателям о том, что это не типичные The Regans, это специальная телевизионная акустическая версия для нас и для наших телезрителей. Абсолютно верно. Что мы послушаем? Ну, мы фрагмент послушаем сегодня. Мы послушаем, да, наверное, полностью. «Горячо». Песня «Горячо». Песня «Горячо», которая очень полюбилась нашим слушателям, где очень хороший добавил колорит, прекраснейший вокал нашей Юлечки. Послушаем. Мы не будем никогда воевать, мы проснемся и пойдем по делам. А когда мы завершим все дела, снова ляжем и заснем до утра. Мы не будем говорить о врагах, и не станем вспоминать всех друзей. Просто дунем на свечу и прости. Понемногу, по чуть-чуть, всех людей. Только посреди весны на полу Нет ни правды, нет уже ничего. И послыми по земле полутру А мне бы хотелось, чтобы каждый из вас, несмотря на то, что здесь не все музыканты, дал такое определение, а может быть, просто признался в любви к творческому процессу, то есть к группе «The Regans». И я думаю, что мы начнем с Димы, потому что он не музыкант, он художник-аниматор. Я художник-аниматор, я немножко и музыкант тоже. Ну, все мы немножко музыканты, конечно. Да, если можно, вообще в контексте «The Regans» немножко вернусь к вашему предыдущему вопросу, кто это все придумал. Дело в том, что есть такой момент, что коллектив вообще возник на дрожах, наверное, 12-13-летней давности. 15-15. 15-летней давности. Это когда не можешь не творить? Да, когда кто не пишет стихов 17 лет. И так получается воля судьбы, что мы почти все с прекрасного района Пурстенс. И все мы в этом возрасте тогда занимались тем, что пытались играть музыку, писали песни. И сейчас, через 13-15 лет, получился такой некий конгломерат из людей, которые кто-то стал заниматься, ну, я стал заниматься анимацией, и там еще один наш друг стал оператором прекрасным и помог почти во всех проектах «The Regans». То есть сейчас объединились люди по этому принципу, которые помнят те ощущения, но прошли какие-то годы, и людям захотелось, а почему бы не повеселиться сегодня, но уже посерьезнее? Ну это такой фактор, который держит друзей масти. Да, и именно поэтому все и сплотились настолько большого количества людей для этого проекта. Вот это, наверное, для меня главная вообще во всей этой штуке. Адже Ваз? Боже, что это, в正 mee? Бриште, визу. ЭсбО. Вазарах, да мы заиме басу, ну, «The Regans» ну, будет, ну, первая марта, ну, где-то, что-то, 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 человек. Ну, павли, Вазарах, ну, что-то. Вазарах, ведь вазарах. Ну, ну, это первоеją группу, по которым есть конкретные, конкретные, конкретные мертвы. Ну, да, у нас есть баса-целовек группа. Кот-каку я иераксту студией, и приспеливаю басу-целесмозу. Девочки, ну, басу я просто мечтаю, по-моему, любви группе. Ну, ты как на вашу старт. Да, это супер старт. Черт, вашу музыку. Покажите басистку. Так, между прочим, а не басистка на гитаристка? Да. Электрогитаристка. Электрогитаристка. Я этого проекта попробовала все равно. Да, ну, просто изначально мы вместе. То есть тоже, это еще один шаг тоже к эксперименту какому-то и профессиональному. Конечно. А для вас? Вот я как раз хотел рассказать по поводу то, что Денис говорил насчет группы The Riggins, да, как она сложилась. Изначально, да, получается, как частички, каждый из... Вот Дима даже говорил, что в Пурсинс ребята пришли... Ну, в принципе, у нас не было как такой группы. Изначально не было состава. Так, мы четыре человека играем сегодня вот там, в таком-то месте. У нас была постоянная смена людей, вот, как таких-то. И само понятие The Riggins так и говорит о себе. Мы Рижане, да. Просто ребята собираются, играют то, что, может быть, где-то не воплотилось в свое время в детстве, там, какая-то мечта, вот сейчас эти мечты где-то... Добрался, да? Добрался, добрался. Здорово. Ну и, конечно, прекрасный вокал, прекрасное состояние сейчас организма в ожидании малыша. Мне кажется, что это очень окрыляет, и это, конечно, украшает группу. А что для вас The Riggins? Ну, на самом деле, очень многое, потому что Денис вообще для нас очень многое значит, так как он является крестным первого ребенка. Ну, вообще, музыка, рок, русский рок, это очень для меня очень близко. И с Виктором, когда мы познакомились, еще очень многое слушали, и он меня, можно сказать, и подсадил на него. Ну, у нас немного времени остается, мы ведь хотим еще... Мы хотим показать ваш новый клип тех самых, ну, про птичек, да, что называется, тот самый детектив, о котором мы говорили. Ну, мне бы хотелось, чтобы вы как-то объявили этот клип. Ну, как будто вы... Давайте я объявлю, пожалуйста, снимите крупно-правно меня. Да, мы уже видим, здесь есть прелюдия. У нас есть даже, уже запускается линия маек, будет объявлен конкурс, причем разные размеры для разных возрастов. И дел. В смысле, дел. Конфигурации. Да? Вот, так что с большим удовольствием представляем вам нашу одну из самых сложных работ, потому что там было скомбинировано все. Всем спасибо, кто участвовал. Это воробушек в роли убийцы от The Riggins. Check it out now. Сорок восемь дней непромытых отношений. Снятого колечка перед домом драгоценной. Сорок восемь дней хороших, нехороших настроений. Доброе утро, утро, ты меня уже достал. Вернатый воробушек в роли убийцы. Неплохо смотрится на сцене театра. Доброе утро, 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 ты меня уже достал. Вернатый воробушек в роли убийцы. Неплохо смотрится на сцене театра. Добрые крылья верам распустились. Здравствуй, в субботу. Четвер, до свидания.